Гогольтема Не могу больше ничего не делать, как перестать. И не могу больше что-то еще делать, как перестать. Где грань между таким постпраздничным безволием и настоящей зависимостью? Вот об этом, наверное, мы сегодня и хотели поговорить. Яна Жукова, журналист. Яна, выходи. Василий Уткин, журналист. Митя Олешковский, общественный деятель. Мария Гаспарян, травмотерапевт. Выходите, выходите, выходите. Марата Гинян, нарколог. И Женя Беркович, режиссерка. А вы, Беркович, где потеряли? Она курит. Кстати, о зависимости. Я должна сразу сказать, что этой гугольтемы не было бы, или она была бы попозже, если бы однажды после какой-то другой гугольтемы ко мне не подошла бы Яна Жукова и не сказала, давай поговорим о зависимости, мне это важно. Яна Жукова, помаши всем рукой. Для тех, кто не в курсе, Яна Жукова была ведущим журналистом такого модного журнала «Птюч», который писал про все страшное, экстремальное от музыки до отношений. Затем Яна Жукова была одним из самых модных московских диджеев. Она была диджей в облах. И как это было сопряжено с зависимостью, наверное, не я буду рассказывать, а Яна. Но вот теперь Яна решила со всем этим последовательно завязать. Яна, давай ты сама расскажешь сперва свою историю, а потом мы зададим тебе вопросы. Ты первая. А с чего начинать? С зависимости. С какой? С какой ты начиналась? Говори в хронологическом порядке. Здравствуйте, во-первых. Я начала быть зависимой лет с 13. Потому что сначала это был табак и алкоголь, появившийся совсем в пубертате. Потом лет уже с 17 пошли химические препараты, потому что как-то... Но это совпало на самом деле. То есть первое, это совпало с сложным подростковым период, развод родителей и, не знаю, какой-то протест. И все это началось вот тогда. Потом 90-е, учеба на журфаке МГУ, в Тюч, и появился доступ ко всяким химическим препаратам. Что это было? Ну, все, что угодно на самом деле. Экстази, ЛСД, амфетамины, кокаин, героин, ну и марихуана, да. Сейчас хочется, конечно, спросить, а что тебе больше нравилось, но это неудобно. Это реклама будет, может быть, нет? Нет, я не буду отвечать на этот вопрос. Хорошо, потом. Ну, и все это продолжалось на самом деле до моих там 32, 3, 4, 5. То есть это продолжалось там по 15, 17, 20 лет. Сейчас тебе сколько? Сейчас мне через неделю 44. И я нахожусь в таком уже чистом, трезвом состоянии уже лет, ну, 10, наверное. И не тянет? Нет, смотря на что, опять же. Нет, ну, мы только что вот обсуждали, что если человек становится зависимым, да, если он уже там много что попробовал и вошло во вкус, то отказаться ему, наверное, от этого сложно. Вот. Для меня на самом деле... То есть это надо глубоко вдаваться в то, как и что у меня переставало быть в жизни, потому что это отдельный процесс, на самом деле это очень важно, да. Но если мы сейчас говорим про начало и про то, что нравилось, вот сейчас осталось видно периодически, да. И на самом деле это было самое сложное, потому что это такая очень социальная, очень ритуальная вещь, да, которая, ну, просто принято. То есть прийти в компанию и там съесть экстази сейчас, наверное, это уже, ну, не так легко, как прийти в компанию и тебе нальют. Какие были прекрасные 90-е. Скажите, пожалуйста, кто из людей в зале считает себя зависимым или сталкивался с зависимостью по-настоящему? Ну, как вы себе это представляете? У нас аудитория подкованная всегда. Мария, теперь у меня к вам вопрос. Вы можете сформулировать, что такое зависимость? Вы такую большую тему подняли. Она достаточно объемная, и говорить о ней вот как-то в двух словах очень сложно. Ну, вот давайте сформулируем, потому что мне иногда кажется, что, окей, я люблю ходить в магазины иногда, но у меня нет времени, и я не хожу. Шопоголик ли я? Ну, нет, конечно. Я люблю выпить. Но если у меня стоит вопрос, выпить или поработать, то я выберу работу. Алкоголик ли я? Наверное, нет. Но я иногда считаю себя зависимым. Вы можете сформулировать, что такое зависимость и где начинается опасная черта? Вообще зависимость — это болезнь. Она обусловлена и биологическим фактором, и психологическим тоже, и также социальным. Биологическим почему? Потому что человек зависимый, он рождается зависимым. У него определенное… Это считается наследственным заболеванием, если как заболевание это рассматривать, потому что рождается человек с… Мы все знаем, что существуют эндогенные опиаты у нас, внутренний наш наркотик. Вот эти вот гормоны радости, гормоны удовольствия. И у каждого человека… Ну, вот у зависимого человека этот уровень изначально ниже нормы. И поэтому, когда зависимый человек сталкивается с каким-либо веществом или что-то, что поднимает этот уровень эндорфинов, то это именно то, чего он искал всю свою жизнь. То есть изначально у него уровень ниже, это надо понимать. И потом вот эта вот мертвая, как сказать, схватка такая происходит, да, и человек становится зависимым от этого вещества, потому что действительно ему становится лучше. Многие зависимые… А можно на это анализы сдать? Да. В клинике Муршака, например, есть генетические анализы. Митя, вопрос к тебе. Каждый Новый год я встречаю твой пост в социальных сетях о том, что ты собираешься похудеть, начать бегать. И я помню уже, сколько денег ты мне проиграл, потому что первое время ты предлагал делать ставки и обещал вернуть деньги. Ну там они как-то возрастали прогрессивно. Считаешь ли ты себя зависимым от, например, еды? Да, безусловно. Причем это вообще… Слушай, ты знаешь, я сидел только что здесь и думал, зачем Катя меня позвала? Все такие серьезные темы, у меня нет никакой зависимости. Это так хоп и нашла у меня зависимость. Да, я действительно в последнее время я принимаю такой антидепрессант дурацкий, без которого вообще жить не могу. Но эта сволочь в моей голове делает следующее. Ты ешь и ты можешь съесть вообще все, что есть в лодильнике. И после этого ты не чувствуешь того, что ты наелся. Ты можешь опять пойти к лодильнику и съесть его, просто загрузить заново. Память вырубает. Нет, я несколько раз производил самое следующее. Я подходил к лодильнику и говорил, Митя, ты только что поел. Закрывал его. Да, но… Открывал его. То есть, да, так происходило несколько раз. А голод-то утолялся? Голод утоляется, ну вот это какой-то небольшой период времени, пока ты лежишь после того, как ты наелся и не можешь встать. Потом все, после этого ты, наверное, снова можешь есть. Мария, вопрос. Действительно ли зависимость – это только то, что вот такое пищевое или химическое там? Наркотики, алкоголь, сигареты, еда? Вот для зависимого человека, там же есть объект зависимости, да, что-то, что приносит вот это удовольствие. И это может быть, правда, вещества психоактивные, любое психоактивное вещество – это некий такой внешний, да, соответственно, внешний наркотик, внешний алкоголь – то, что делает сразу мне лучше. Также мне делает лучше, например, вот тема про влюбленность, да, там отношения с другим человеком, да, я тоже могу зависнуть, у меня появится эмоциональная зависимость. То есть в отношениях тема зависимости сейчас тоже достаточно такая популярная, многообсуждаемая. Это может быть какой-то процесс. Вот ходить по магазинам, покупать вещи, мне это приносит удовольствие, приносит радость. И моя гормональная система в этот момент, ну, выделяет определенные вещества. И у меня образовывается некая связка, да. Я делаю некое дело, и мне от этого становится хорошо. Что ты тянешь руку? А можно я добавлю про зависимость? У меня, наверное, какая-то есть, я вспомнил еще одна суперразвращенная зависимость. Дело в том, что так как я работаю в благотворительном фонде, в какой-то момент я начинаю понимать, что недостаточное количество ада происходит в моей жизни, и я выписываю себе командировку, ну, куда-нибудь там, типа в Калининградскую область, посмотреть, как там работает хоспис, как живут, значит, умирающие дети в деревнях. И вот этот момент, ну, то есть этот момент он так подпитывает, ты думаешь, наконец-то ты получил энергию. Это тоже зависимость? А без этого ты сидишь и думаешь, блин, вообще жизнь, ну, как бы хочется, хочется куда-то туда, жизнь не радует. Про адреналин, про норадреналин, про дофамин, все это гормональные некие такие процессы, да, то есть эти вещества у нас вырабатывает сам организм. То есть поехал в хоспис, испугался, выделился определенный внутренний наркотик, так скажем, да, и как-то взбодрился. Хорошо, смотрите, вот у меня есть любимый футбольный комментарий, любимый спортивный комментарий, это Василий Уткин. Я думаю, что у большинства из вас, ну, похлопайте те, кто считает, что Василий Уткин. Вот так вот. Понятно, что всякий раз, когда у вас какое-то отсутствие работы по разным причинам, в силу характера, в силу сложности системы, в силу общества мир не идеален, я переживаю, но я вижу, что каждый раз вы находите в себе силы найти работу, вот эту вот спортивную работу, то есть, ну, как бы, ну, не какую-то другую, не уйти, вот не плюнуть, сказать, что вот меня здесь не оценили, я пошел в другое место. Я всякий раз потрясаюсь. Вы зависимы от работы? Я все думал, а до какой же зависимости вы хотели с вами поговорить? Да. Поразительно. Да, дело в том, что я, вне всякого сомнения, зависим от обжорства, и мне очень понравилось какая-то футболка Депардье о том, что за жизнь я похудел килограмм, наверное, на 500, на полтонна. Это, разумеется, не считая каких-то там, типа, пота от пробежки и так далее. Никогда это можно себе представить. Вот. Я, безусловно, мог бы в метафорическом смысле называть себя алкоголиком, потому что я действительно отдавал дань зеленому змею довольно долго, и сейчас у меня совершенно другие с этим отношения, но, правда, я так и не узнал, в чем заключается смысл именно заболевания, поскольку просто я понял, что я уже не тяну. Вот. И мне очень помогла другая моя зависимость, которую можно тоже считать зависимостью при желании. Вот вы сейчас не назвали лудоманию. Вот. Я, в общем, очень спокойно отношусь... Поясните, что это? Это зависимость от игры, от азарта. Не могу назвать себя зависимым, но, тем не менее, факт заключается в том, что перейти в иное состояние отношения с алкоголем мне помогло пари. Вот. Потому что я поспорил с одним своим знакомым вот о том, что длительное время я не буду употреблять алкоголь, потому что мне было поставлено на вид после какого-то очередного совместного времяпрепровождения, к чему я, в общем-то, не привык, потому что... Ну, в общем, короче говоря, вот такая история. Вы выиграли? А? Вы выиграли парень? Да, я выиграл. Я выиграл. Я выиграл крупную сумму денег, он богатый парень, а если бы я проиграл, я бы работал провизором у него в аптеке на Тверской, на Кутузовском две недели. Вот. Значит, да. Что касается зависимости от работы, то как раз я бы не сказал, что я ее испытываю скорее, я не знаю, желание быть востребованным, это разве... Это можно назвать зависимостью? Потому что как раз именно работу комментатора я отринул, в общем-то, и я больше не хочу этим заниматься, именно потому что, ну, по тщеславным причинам. Да. Вы знаете, совсем... Ну, смотрите, Катя, я объясню просто, я не могу об этом с этим генериз этой проблемы, но вот сейчас, как некоторые думают, ошибочно, кстати, что завершилось десятилетие, вот, и поэтому в ходу были разнообразные опросы, и на одном из главных спортивных ресурсов был опрос о лучшем комментаторе десятилетия, который я выиграл, не комментируя уже три года. Вот. И в этой связи я подумал, я еще раз убедился в том, что лучше остаться легендой, пусть с тем, что помнят, спорят другие люди и проигрывают. Это гораздо более разумно и прагматично. Это я очень примитивно объяснил, не сочтите это, пожалуйста, за тщеславие, просто я не хочу объяснять, там кучу внутренних борений и всего остального. Поэтому как раз комментировать я больше не хочу, на самом деле простая причина, можно заниматься любым творческим занятием, к сожалению, комментирование футбольных матчей к этому не относится, потому что очень строгие авторские права, и, соответственно, можно делать только на том канале, который владеет соответствующими правами. В общем, если учесть, что, вот, как часто вспоминают, на новогодние праздники, очень успешно спе, то есть всего лишь год назад с Липаковым песней, это был тяжелый год, я могу впервые за долгое время сказать, что у меня был очень хороший год, и самое большое удовольствие и самое новое ощущение, которое я могу об этом сказать, это не то, чтобы преобладание хороших встреч над плохими, или какой-то особенный заработок, заработок самый обыкновенный, вы знаете, я впервые ощутил, что это колоссальное наслаждение быть самому себе хозяином. У меня нет начальника. С тех пор, как в пятницу я провел последний утренний эфир на Эхе Москвы, у меня и Венедиктова теперь в качестве начальника нет. Только так вот, дружеские товарищи. То есть вы уже и на Эхе не работаете? Нет, я в футболе клуб там веду, но это, в общем, да, но это хобби, в сущности. Я очень уважительно к этому отношусь, но, как вы понимаете, я на это не живу. Это просто такая, моя любимая занятость, и я очень трепетно к ней отношусь. В общем, как бы, Венедиктов не управляет футбольной программой никак. Это трудно, я вам представить себе. Алексей Алексеевич, спасибо вам большое за все. Но у меня теперь просто не осталось ни одного начальника. Если это тоже, похоже, это тоже становится зависимостью, потому что я... Вы потом не сможете не обработать. Мне недавно было сделано предложение, ну, какое-то, которое можно назвать отчасти, чтобы вернуть каким-то образом, ну, нечто возглавить как-то, с какой-то ответственностью. Я подумаю, что я этого элементарно не хочу. Тоже, пожалуй, зависимость, вы знаете. Давайте тогда, Марат, вы нам определяете, что такое зависимость, и чтобы мы все-таки четко тут из нашего круга исключили людей, которые не обладают зависимостью. Слово зависимость надо понимать по-разному в зависимости от дискурса. В разговорном, житейском дискурсе зависимостью можно назвать все, что угодно. Люди могут говорить, у меня зависимость от сыра горгонзола, у меня зависимость от сериала Доктор Хаус, у меня зависимость от жены, у меня зависимость от интервью гордозии. Это в разговоре люди пытаются доносить, насколько они что-то любят. Но я психиатр-нарколог, а для меня слово «зависимость» имеет четкий клинический смысл. Зависимость – это совокупность физиологических, поведенческих и когнитивных изменений, вызванных употреблением психоактивного вещества и выдвигающих это употребление в первое место в системе ценностей. То есть лудомания не может быть названной зависимостью? Все зависимости, клинические зависимости, можно разделить на две большие группы. Химические зависимости – это алкоголизм, наркомания, токсикомания. И поведенческие зависимости, среди которых фигурует лудомания с оговоркой, что нейробиология лудомании включает в себя не все компоненты полноценной зависимости. Вы не полноценный зависимый. Плохой зависимый. Жень, когда ты сталкивалась с зависимостью и считаешь ли ты себя зависимым человеком? Я сталкиваюсь с зависимостью прямо сейчас и довольно давно. Я считаю себя зависимым человеком. Это подтвердили парочка хороших наркологов и психиатров. Я сейчас умираю от ужаса, потому что про это ужасно на самом деле тяжело говорить. Особенно, как я тебе обещала, я про это скажу. Про это тяжело говорить, если ты женщина. Если бы я была мужиком, я, мне кажется, бы не пошла сюда. Но я вдруг поняла, что ужасно, мне просто важно каким-то опытом своим поделиться, потому что это сама по себе довольно такая табуированная история. Если ты девочка, то... Ну вот просто две ситуации. Очень хороший мужик, отличный, офигенный профессионал, но бухает. Да, но бухает. Ну вот сейчас он там перебухается и нормально. Это одна история. Хорошая женщина, но пьет. Да, запойная алкоголичка, запойная. Ну, понимаешь, это совершенно разные в нашей культуре вещи. Особенно, если ты мать, а я с недавнего времени еще и, прости господи, мать. Так получилось. Пьющая мать горе семьи. Да, пьющая мать горе семьи. Женский алкоголизм не лечится. Если у тебя еще нет детей, то подумай, как ты рожать будешь. Если у тебя уже есть дети, то подумай, какой ты даешь пример. Если у тебя уже нет детей и поздно, то, ну, понятно, конечно, детей-то нет. Ну, что я там остаюсь? Он бухает там с горя. Сорок кошек и бухает. И на самом деле я, ну, там, я стараюсь как-то там себя отслеживать. Ну, и у меня довольно много знакомых, у которых есть всякие разные проблемы такого рода. Ну, вот опять, все время ищешь проблемы такого рода. Когда бухают, например, теток бухающих, у меня много знакомых, подруг. Алкоголь мешает твоей работе? Да, конечно, мешает. Всему мешает. В какой момент ты для себя поняла, что это опасно? Я поняла, что это опасно, когда я в какой-то момент поняла, что я начинаю смотреть на часы и думать, сколько досталось до 11. Там вот до ближайшего магазина, где продают нормальный алкоголь, там идти условно там 6 минут. Ну, и в нем надо провести примерно 4, чтобы успеть взять и дойти до кассы. Значит, я там без, хотя бы без 20-11, я должна сказать детям, что я забыла купить сметану. И погулять, что я, наверное, сама погуляю с собакой, вы, наверное, устали, девчонки, там, ну, я сама погуляю с собакой. Тут это был один из моментов, когда что-то мне стало прям, ну, прям стрёмно. Ну, не единственное, нет, их много. На самом деле, каждый из вас может задать вопрос, вы поднимите руку, я увижу и подойду. Яна, ты хотела сказать? Я хотела вот добавить, собственно, я больше года веду закрытую группу в Фейсбуке, которая называется «Свобода vs. зависимость». Эта группа у меня появилась после двух журналистских текстов на эту тему, которая была очень большой резонансом. Собственно, мне начали писать люди, в первую очередь, мне начали писать женщины, потому что действительно женская зависимость, алкогольная либо наркотическая, она стигматизирована. И вот у меня сейчас в группе 80% — это женщины с проблемами с алкоголем именно. И от каждой из них, ну, от многих, у кого была смелость даже вот не так вот сказать, да, у меня проблемы, а хотя бы написать, для них это было, ну, была возможность выдохнуть, и хотя бы я могу кому-то об этом сказать. Сейчас, секундочку, а ты, в какой момент ты решила, что ты будешь расставаться с каждой своей зависимостью? Что тебя к этому сподвигло? У меня это произошло, как я это называла, на каком-то телесном уровне, когда я стала понимать, например, с табаком, что я сейчас себя... Я курила с 17 лет, я курила с 13 до 30. И в 29 я начала понимать, что я себя чувствую вообще ни хера уже не на 29 лет. Хронический бронхит, высокое давление, головные боли, и вот эта вот вся ерунда. Я поняла, что я не хочу так входить в 30 лет свои. И тогда еще вышла только книжка, даже она не вышла, в интернете появилась книжка Алана Карра, с которой многие, желающие бросить курить, сталкивались, но мало у кого получалось. У меня получилось, потому что у меня был абсолютно такой настрой всего организма перестать делать с собой это. Вот я уже не курю, соответственно, с 30 лет, сейчас будет 14 лет. И это вообще другое качество жизни. У меня вообще не изменилось качество, только хуже стало. Я курил... Я 14 лет курил. И знаете что, я был вот из тех людей, которые... Я не помню, у Бродского, что ли, врачи сказали, типа, вам курить нельзя и кофе пить. Он говорит, я каждое утро просыпаюсь, пью чашку кофе и выкурю сигарету. Если я этого не делаю, то смысла просыпаться нет. Вот, я был примерно из тех же людей. То есть я курил там красный Мальбор, Лаки Страйк. Тёмный Давидов, бабочки в день. Без рекламы, пожалуйста. Извините. Вот. И потом я в один день... А вы страдали, когда перестали продавать ГЛУАЗ? Я курил не ГЛУАЗ, а ЖЕТАН. ЖЕТАН тоже перестали продавать. Вот, ЖЕТАН раньше перестали продавать. Но ГЛУАЗ, конечно, были прекрасные, да. Я никогда не курил. Но смысл в том, что я в один день бросил курить просто. И у меня никаких проблем это вообще не вызвало. Потому что я из тех людей, которые... Ну, продолжая, наверное, с Жениной исповедь, могу сказать, что я после алкоголя или после сигарет... Ну, я ни разу в жизни не уезжал с белой горячкой никуда. Но у меня всегда была проблема панических атак и давления. Я уезжал несколько раз в кардиологический центр с подозрением на инфаркт и так далее. С одной из своих лекций я... Вот в прошлом году в Ташкенте я уехал просто сразу... Вот все так вот выступают. Я уехал просто в больницу. Правда, там не было никого алкоголя. К этому моменту я уже не пил довольно давно. Но когда я понял, что там, выпив... А, честно говоря, одна из вещей, которую я больше всего на свете люблю, это вино. Просто правда, я готов за нее убить. Моя жена подарила мне холодильник для вина. Настолько я его люблю. То есть у нас есть отдельный холодильник для еды, чтобы одну мою зависимость тешить. И отдельный холодильник для вина. И я каждый день прохожу меня, и я не могу из нее ничего выпить. И я просто перестал, и все стало только хуже. То есть правда... Вы знаете, что я не пил с 1 сентября по 31 декабря. 31 декабря я решил, что пора развязаться. Выпью бутылку вина. Выпил бутылку вина, и на следующий день я чуть не умер. Просто, чуть просто, физически чуть не умер. Не из-за похмелья, у меня просто началась такая паническая атака, что ее снял только феназепам. Блин, тоже вот... Я считаю, что сейчас нужно вам вступить, а потом вопрос будет. Да, я хотел выразить восхищение и уважение тем, что вы смогли превозмочь и сказать то, что трудно было говорить. Есть устойчивый социальный стереотип, что женский алкоголизм как-то сложнее протекает и даже не лечится. Этот миф поддерживают сами наркологи, мои коллеги. Я думаю, что дело в том, что женщинам сложнее признаваться в своей проблеме, и они дольше в ней находятся. И в поле зрения нарколога попадают тогда, когда уже прошло слишком много лет. Поэтому наркологи видят у себя развалины вместо личности. На самом деле, вот в этом зале есть люди и мужского, и женского пола с большими сроками трезвости, которых я хорошо знаю. И женщины вообще никак не уступают мужчинам. Вопрос. Вопрос Василию Уткину. Вы говорили о своих зависимостях, но это скорее какие-то больше, наверное, вредные привычки. А вот со стороны кажется, что у вас даже, ну то, что даже врач говорил, есть психоэмоциональная зависимость, возможно, от какой-то дерзости в сторону каких-то людей или команд, которые вам не нравятся. Вы с удовольствием, как мне кажется, проходитесь там по московскому «Динамо», можете достаточно шутливо высказываться о Юрии Павловиче Семине. Василий, есть ли у вас какая-то зависимость от именно вот такого подогревания в себе, эмоционального отношения к каким-то людям, событиям, движениям? Спасибо. А с Луцком и Казаеве можно шутить, а с Юрией нет? Нет. Во-первых, ни о любом с Луцком можно шутить, вы знаете прекрасно. Да, извините. И мы сейчас на футбол. Могу вам просто сейчас авторитетно ответить на этот вопрос, если, конечно, вы не поверите в одном симптоме, на слово. Сейчас были новогодние праздники, я практически ничего не писал, ты точно совершенно ничего не говорил. Я сегодня первый раз после трехнедельной паузы поеду говорить о футболе на «Эхо Москвы». Вот. У меня нет ломки. Отрицает. Отрицает. В остальном я хочу поддержать, во-первых, Женю, да, извините, я просто не внимателен, простите меня еще раз, вот, потому что я могу подтвердить вот эти все, собственно говоря, слова со своей стороны, потому что, ну, возможно, я сейчас, конечно, себя накручиваю, но я рассказал об этом в шутливом тоне. И, честно говоря, у меня есть ощущение, что я прошел от алкогольной зависимости как-то очень покасательный, думаю, что так. Во всяком случае, ну, я очень благодарен своим друзьям, которые, наверное, не без некоторого умысла завели меня на эту тему. Я должен сказать, что действительно очень большой проблемой является то, что ты должен действительно признать наличие проблемы. Это, если вы не сталкивались с решением подобных проблем, вам придется просто поверить, потому что без этого никак невозможно. Вот. И, ну, должен сказать, что здесь совершенно не работают, здесь очень важна позиция людей, которые вас окружают. И в особенности это касается людей, которые сталкиваются с зависимостью алкогольной. Потому что люди, даже когда они пьют в одиночестве, исторически у них всегда есть люди, которые пьют вместе с ними. Вот. И если вдруг у вас оказывается ситуация, когда вам ваши друзья, с которыми вы не раз ели за столом, делают замечания, вы часто сталкиваетесь с тем, что с вами начинают вести себя очень сурово. Вам не верят. То есть, понимаете, все это видели в кино, когда говорят, вот человек, вот, понимаете, вот, как правило, все вспоминают ситуацию, что-то типа привязанного к батарее наркомана, которому ни в коем случае нельзя дать дозу похмелиться, понимаете. Потому что это означает, что вот ты не должен его жалеть, ты не должен быть к нему, это ему только во вред. Теперь, на самом деле, человек, который принял для себя внутреннее решение и находится на пути к тому, чтобы воплотить, ему очень нужна поддержка. Ему очень нужна поддержка и ему очень нужно понимание. И суровость, в таком случае избыточная, способна нести очень серьезную травму. Я могу сказать, я еще раз говорю, я могу об этом рассуждать сугубо теоретически, потому что, опять-таки, еще из Джерома Джерома мы знаем прекрасно, что болезни, которыми мы не болеем, мы чаще всего находим у себя их симптомы. Ну вот, я еще человек, в общем, конечно, эмоциональный, рефлексирующий, как любой комментатор. Поэтому, может быть, я накручиваю себя. Но у меня не стоит, есть ощущение, что вот именно ситуация с алкашкой, я прошел показательное в этой ситуации. Может быть, я себя накручиваю, но я вот именно эту проблему ощутил очень серьезно. И рядом со мной не раз случалась эта проблема у кого-то из моих знакомых. Я сделал для себя очень серьезные выводы. И, на мой взгляд, даже хотя бы на уровне интонации, крайне важно, чтобы человек, как бы ты ни был к нему суров внутренне, и не был готов помочь ему от чего-то отказаться, пусть даже от сильных страданий, он должен чувствовать вашу поддержку, в первую очередь. Эти слова о том, что в первую очередь важны внутренней мотивации и поддержка, мудрые. Я хочу подтвердить это. Я на секунду спрошу, кто должен определить зависимость? То есть если человек сам не определяет у себя зависимость? И мы сейчас не будем говорить там только про алкоголь, потому что я потом еще перейду к личным зависимостям. Вот кто должен потянуть за руку и сказать, посмотри, ты у опасной черты, и сейчас будет все страшно? Или, может быть, человек должен сам себе найти ресурс? Как понять, что уже страшно или еще не страшно? Есть стадии поведенческих изменений. На первой стадии люди не видят проблемы, они правда не видят. Им хорошо. Это некий стиль жизни, это некая культура, это масса плюсов и какие-то мелкие минусы. И люди говорят, блин, мне хорошо. И это может длиться много лет. Вторая стадия называется стадия размышления. Когда минусы настолько очевидны, что человек начинает размышлять, он взвешивает плюсы от употребления и минусы, и он колеблется. Вот этот колебательный период очень тяжелый, он эмоционально тяжелый, он тоже может длиться много лет. И в этом периоде уже люди начинают обращаться к специалисту. Специалист не просто разговаривает, а он задает четкие вопросы, чтобы выявить критерии зависимости. Их шесть. Если специалист выявляет хотя бы три, то он расценивает проблему как зависимость. Какие три? Первое, в хронологическом порядке возникает сильное или непреодолимое влечение. Оно есть только у зависимых. У людей без зависимости этого нет. Второй критерий – утрата контроля. Собрался выпить столько, вместо этого выпил намного больше. И не один раз, не два раза, а прям регулярно. Третий критерий – синдром отмены. Ну или похмелье, так можно сказать. У людей без зависимости обычно этого нет. Этот критерий настолько четкий, что наркологи старой школы, если выявляют, что человек с утра дрожал, выпивал, ему становилось легче, то уже расценивают проблему как зависимость. Четвертый критерий – это употребление, несмотря на очевидные вредные последствия. Ну, там был острый панкреатит, его это не остановило и так далее. Понятно. Жень, ты хотела сказать? Я хотела сказать по поводу поддержки важной и так далее, что я вот, когда я стала сильно на эту тему париться, стала сильно на эту тему париться, ну, там, прям сильно-сильно полгода назад, когда у меня дети появились приемные, и это стала проблемой не только моя, ну, на самом деле, еще там двух живых людей, я поняла, что есть две крайности ужасные, а между ними присоединены настоящие друзья. Одна крайность – это люди, которые тебя, значит, долбят очень агрессивно. Ты посмотри, что ты делаешь, на что ты похожа. От этого становится ужасно стыдно, то, что ты ужасно стыдно, ты 10 раз больше хочешь пойти, чего-нибудь накатить, а при этом тебе стыдно, поэтому ты начнешь пить один, одна прятаться, там, куда-то ныкать. Ну, и пьешь… Жвачь-жвачку. Да, жвачь-жвачку, которая не помогает, а ты знаешь, что она не помогает, от этого ты раздражаешься, ты думаешь, да пошли все к матери. Стыд усиливает тягу, на самом деле. Да, это с одной стороны, но есть вторая история, которая, наверное, не для всех актуальна, но поскольку я в театре работаю, очень актуальна. Это вторая часть друзей, которая говорит, да ты дура, что ли, у тебя все нормально, что ты придумала себе? Ты посмотри, в канаве не валяешься. Я, правда, не валяюсь. Я супер в этом смысле, социальная и вот идеальный человек. У меня идеальный автопилот. Я в худшем случае могу с кем-нибудь повыяснять отношения и потом не помнить. В худшем случае. Ну, вот это самое страшное, что со мной может произойти. Или музыку дура, Агутина могу слушать. Бесет тебе. Могу громко слушать Агутина дома, да, и понимать, что дети, да, Агутин, дети такие, о, Агутин, все, мы спать пошли. Че ты придумала? Да ты чего? Ну, ты посмотри на всех. Ну, мы же вот пьем, у нас же все нормально. Во-первых, как бы, ребята, у вас не все нормально. Сорян. Во-вторых, это не... Они на первой стадии. Ну, да. Во-вторых, ну, от этого, правда, еще хуже, потому что люди вроде как тебе добра желают, но ты начинаешь совершенно сходить с ума, потому что ты думаешь, что... Так, я... Ладно. Так я была просто алкоголиком, теперь еще и сумасшедшая. Все ходят и говорят, что ты себе придумала? Ну-ка, посмотри. О, ты какая... Да нет, тебе надо, надо к психологу, но не с этим, не с этим. Вот лучшие друзья находятся посередине. И хороший психотерапевт, который у меня теперь есть. Хорошо. Я хотел бы поддержать тезис Василия про поддержку и продолжить сказать, что на самом деле поддержки мало. Собственно, я вспомнил, что я сюда пришел с одним важным тезисом. Некоторое время назад так случилось, что я занимался строительством православного наркореабилитационного центра в городе Кимрах. И не сложилось. Короче, его построили без меня. Но я очень глубоко влез в эту тему и общался с многими людьми, которые там были зависимые. Даня Туровский, всем известный, наверное, журналист, даже специально по моей просьбе полежал в этом центре под видом зависимого человека, чтобы дописать про это. Репортаж на тогда еще ленте РУ. И для меня стало огромным открытием то, насколько мы все неправильно относимся к зависимым людям. То, что мы все считаем, что... Ну, не все, но когда я говорю все, я говорю большинство. Такое общественное большинство. Ты про себя говорил. То, как я считал. Я действительно считал, что можно переломаться на сухую, и после этого ты выходишь из этого как бы, ну, там, условно тебе дают работу, ты там клеишь иконы, или там что-нибудь еще делаешь, молишься и прочее. И как бы все. И ты там 30 лет в завязке, и все хорошо. И когда я поговорил с ребятами, а там, слава богу, что реабилитацией занимались не попы, а мирские люди, поэтому реабилитация была нормальная. И они мне довольно подробно объяснили, в чем смысл этой реабилитации. И тут я понял, что такое зависимость. Зависимость – это когда у тебя дементр высасывает душу. Вот из Гарри Поттера дементр был. Что это такое? Они говорят, вот есть наркоман, наркозависимый, как сейчас правильно говорить, и он, например, просыпается с утра и, не знаю там, ударяется мизинцем о косяк. И я говорю, блин, твою мать, косяк, черт побери. А он думает, хорошо бы сейчас шернуться. На улице хорошая погода, радостно. Он выходит, и ты думаешь, я выхожу и думаю, классная погода, пойду до работы пешком. А он думает, хорошо бы сейчас шернуться. У него рождается ребенок. Счастье, невероятный момент абсолютного просто какого-то блаженства. Он думает, сейчас бы хорошо вмазаться. Каждая его эмоция, каждое его желание, каждое его, вот все то, что мы называем человеческой душой, то есть все то, что составляет нас как личность, все наши привычки, наши чувства, наши реакции на что-либо, знания, все заменяется на потребность шернуться или бухнуть. И реабилитация на самом деле это процесс, когда тебя как по кирпичикам выстраивают заново. И именно поэтому так страшна, с одной стороны страшна, с другой стороны, это лучше, чем ничто. Православная реабилитация, потому что тебя выстраивают по кирпичикам заново, но только тебе вместо героина дают, значит, эту Библию в руки и иди молись. Но, наверное, лучше, чтобы ты шел молиться и не кололся. Но просто честно ли это по отношению к человеку, на мой взгляд, нет. Мария, вопрос к вам. Как говорит Митя и как сталкалась часто я, действительно, люди, которые были зависимы от чего-то одного, мы не будем сейчас конкретизировать, они становятся зависимы от чего-то другого. Все самые рьяные зожники, как правило, бывшие зависимы от чего-то другого. И эта зависимость тоже довольно пугающая. И всегда кажется, что, ну, там, давай чуть помедленнее, кони. Действительно ли человек, который генетически, как вы сказали, зависим, всегда будет от чего-то зависим? И тут нужно просто выбрать меньшее из зол. Помимо генетической зависимости или наследственного фактора, есть еще и другие факторы. Это психологический и социальный. То, в какой семье растет ребенок, то, как прошло его детство, это все тоже влияет на формирование структуры характера. Да, есть такое зависимое расстройство личности. То есть, человек может родиться генетически зависимым, но при этом ни с какими веществами и ни с какими аддикцией он никуда уходить не будет. Почему? Потому что у него любящая семья, у него там надежная привязанность, его там, я не знаю, там, классно воспитывали, у него там папа, мама, обычно там, вот, дисфункциональные семьи, есть такое понятие, в реабилитациях часто про это говорят, да, что вот на формирование зависимости огромное влияние оказывает семья. То, в какой семье ребенок рос. И если в этой семье, там, не знаю, родители после развода или сложные отношения, или папа и мама употребляют наркотики или алкоголь, или какое-то есть психическое расстройство, то эта семья является дисфункциональной. И все это влияет на формирование характера ребенка. И, соответственно, вот такой вот с наследственностью ребенок родился, вырос в такой семье, потом его отдали, вот я помню, в мое время там вот эти советские жуткие детские сады и школы, где тоже воспитательницы были такими садистками. Ну, это мой личный опыт. Детские дома сейчас забирают же. Ну, да. И вот так вот ребенок растет в ужасе, в страхе, эмоциональная сфера совершенно, ну, постоянно растет в каком-то состоянии, там, я не знаю, повышенной тревоги. И вот момент столкновения там с веществом сразу же ставит все на место. Наконец, это то, чего я искал. Он успокаивается. Ну, например, там опиатные наркоманы, да, они успокаиваются, да, там более там, те, кто любит стимулятор, наоборот, у них силы какие-то появляются. Если он вот так вот родился, так вырос, да, потом стал зависимым от веществ, да, то потом, когда тема с веществами, например, он начинает выздоравливать и перестает употреблять химические, психоактивные вещества, то его зависимость может выстрелить совершенно в другом месте, если он не будет личностно меняться, если он не будет заниматься своим внутренним миром и разгребать все то, что привело его к зависимости, в такой активной форме зависимости. Ну, вот часто говорят, знаете, вот жены алкоголиков, когда он бросает пить, они говорят, лучше бы ты пил, потому что он становится невыносимым, да, потому что то, чего он подавлял и заглушал вот в себе алкоголем или наркотиком, да, вот он перестает просто таким способом там улучшаться, да, и он становится очень агрессивным, я не знаю, нетерпимым, там, недовольным, там, каким, ну, я не знаю. Резюмирую, расстаться с зависимостью можно только переделав еще и себя. Конечно, это большая работа, это не просто так. И так как этого никто не делает, вот я просто ищу один тезис, с которым я сюда пришел, последний, я просто замолчу, простите. Я просто хочу сказать, что вот между Москвой и Санкт-Петербургом есть Тверская область, а в Тверской области есть такой выжженный треугольник от Торжка до Вышнего Волочка. 20 лет назад, или там, 25 лет назад, мы семье купили там дом в деревне, а сейчас в нашей деревне никого нет, потому что последний житель нашей деревни, Леха, умер несколько лет назад от холода на Новый год, а напротив от голода умерла бабка, потому что ее сын бухал с друзьями несколько месяцев, и она была парализованная, и просто как бы ее не кормила, она умерла от голода. И вокруг вымерли все деревни, у всех детей значит, либо позабирали куда-то, либо поубивали, и это буквально... В зависимости переходи. Такая, ну, а это и есть зависимость, это результат того, что они все бухали, и никто никогда ими не занимался, никто никогда не сказал им ни одного хорошего слова, никто никогда в жизни не посмотрел на них, как на людей, никто никогда не подумал о них, как о людях, потому что они жили, советские люди, типа, школа, там, армия, совхоз, кладбище, а потом вдруг бац, совхоза не стало, они стали никому не нужны, и типа, делай, что хочешь, и все, и они просто вымерли, и это выжженная земля, там теперь главный житель, это этот, борщевик, все, ну, то есть это просто, это каюк, и это ровно результат того, и там есть просто еще большие всякие места, типа, там, город Кувшиново, где живет 30 тысяч человек, и мы туда приезжаем к некоторым нашим подопечным, и, ну, женщина, у нее пять детей, троих уже забрали, она родила себе новых двух, и, это пиздец, а не смешно, простите, и она родила себе новых, она скорее не себе родила, а скорее она оказалась в обстоятельстве, когда они ее родили, да потому что аэроборт для нее, это единственное проводительное зачаточное средство, о котором она даже не знает, и она живет в доме с покосившейся печкой, а ей говорят, вы понимаете, что, ну, как бы, вас сейчас заберут этих детей, она говорит, меня опека еще не пугала, а с чего должны забрать, то есть она ждет, когда ее напугает, она даже не подразревает, что что-то не так, и можно смотреть на нее и думать, какая ты сволочь, а можно смотреть и думать, господи, ну, как бы, ты потеряла человеческое обличье, и никто никогда в жизни к тебе, как к человеку, не относился. По поводу семьи, да, и это важно, то, что, например, моя мама умерла в 44 года с диагнозом цирроз печени, это не было выжженного, мертвого пространства, да, это была интеллигентная, красивая женщина, журналист, как бы, но вот за год человек ушел. Мама пила. Мама пила, да, и это была история, что, нет, ну, мы же не под забором не валяемся, начиная завтрак с водки, да, это одна история, и если бы у меня, может быть, не было бы такого, то, возможно, и мой путь тоже сложился немножечко иначе, но он сложился так, как сложился, и вот Митя правильно сказала очень про дементоров, то есть мама, вот мне через неделю 44, я только вошла во вкус, я хочу жить, жить, жить и жить, потому что я кайфую от того, что происходит. Мама последний год говорила о том, что она чудовищно устала, там уже не было ничего, и хотелось только конца. И к вопросу про пересесть, да, так как я из вот круга тусовщиков, ну, уже в смысле я не там, для того, чтобы мне перестать быть там, я во многом уехала за город, то есть я шесть лет живу за городом, то есть я себя физически выдернула из привычки, да, там, встретиться с друзьями в баре, я за рулем, соответственно, если я встречаюсь в баре, то я не выпиваю, вот, и действительно можно увидеть, что многие те, кто там продавал, тусовался, там и так далее, сейчас, значит, с этими сточками на лбу, там и так далее, то есть это вот, это вот кони... Все в Индии теперь, да? Ну, так или иначе, Все были в одной части Индии, где продавали, а теперь все в другой части Индии, где чистят. Да, и по поводу того, что изменить зависимость одну на другую, я в какой-то момент для себя поняла, что мы вообще торчим на торчание, то есть потому что, когда ты употребляешь, у тебя ап происходит, да, когда у тебя идет синдром отмены, у тебя даун, и в этом тоже есть свой кайф, в этом минусе есть тоже свой кайф, там, самообичевание, чувство вины, там, тра-та-та, это тоже такая обратная темная сторона Луны. Ну, вот я для себя выбрала путь, то есть ты спрашивала, как у меня получилось. Я, наверное, сейчас могу сказать, что я торчу на изменении, на изменении себя. Ты себе новая, нравишься. Да, и это не остановимый процесс изменения. У Дудя был один из героев, Кантемир Балагов, и он там процитировал своего мастера и сказал очень крутую вещь про... Александра Сокурова. Нет, он не Сокурова, какого-то одного из преподавателей. Про тавтологию существования. Если ты каждый следующий день тот же, что и вчера, то в чем смысл тогда? Вот я для себя сейчас нашла смысл в том, что я изучаю себя, меняю себя, работаю с кем-то, работаю над собой, и это мое сейчас торчание, и оно меня оставляет в трезвости, в кайфе в жизни сейчас. Это я очень поверхностно, потому что в чем процесс, это можно дальше углубляться, у нас на это нет времени. У меня следующий уровень зависимости, это зависимость от человеческих отношений. Считается ли это зависимостью? Официально нет. У вышеупомянутого Юрия Дудя было одно из лучших интервью с вами, Василий. Юрий Дудя не брал у меня интервью в рамках СОЦ. Брала Шейхон. Нет, подождите, это было не видеоинтервью, это было письменное интервью для sports.ru. А может быть, в этом смысле я чемпион по интервью Дудю. Я давал интервью 9 раз, да. Значит, в одном из интервью, которое меня больше всего потрясло, была история про драматические личные отношения. Да. Меня тогда эта история потрясла, когда я ее читала. Но вот с точки зрения того, что сейчас говорят о зависимостях, это выглядит как зависимость от любви. Можно ли теперь влюбленность склассифицировать как зависимость? Как же теперь жить? Ну, вы знаете, я бы все-таки так не классифицировал. Просто мне трудно об этом судить. Вас все-таки интересует способ решения проблемы или интересует именно аспект зависимости? Потому что я в таком... Меня интересует аспект зависимости, потому что, смотрите, раньше я считала, что такая влюбленность, даже длинная, даже несчастливая влюбленность, это все равно как человек развивает, как-то это дает ему новый опыт, и это какое-то все равно хорошее чувство романтическое. Сейчас считается, что это токсичные отношения. Ну, мне сложно сказать над всем что-либо, потому что это вообще был трудный период в жизни, расставание с любимой женщиной и по ее инициативе. Вот. И, в общем, все соображения о собственной неполноценности, любовь, в любом совершенно смысле. и большая дружба с алкоголем, тогда я был гораздо моложе, и вопрос о зависимости передо мной, в общем, вот как вы правильно описали ситуацию отмены, не стоял. Вот. Много всего остального происходило, но я бы... Ну, не знаю. На самом деле... Я даже... Вот, наверное, если вы... Правда, с точки зрения того, что я так и не создал семью, наверное, можно считать это зависимостью, да? Вот. Но дело в том, что проблема избыта, вот, ее не существует. Я как раз про тот период говорю. Вот сейчас, оглядываясь, вы считаете, что это были токсичные отношения или это была большая настоящая любовь? Это точно не были токсичные отношения сами по себе. Не могу... То есть... Это просто было болезненное расставание. Здесь больше ничего. Мария, вопрос к вам. Были совершенно очевидны причины, почему было невозможно находиться вместе. Просто они были непреодолимы, вот и все. Существует ли зависимость от человека и надо ли с этим бороться? Саму любовь нельзя считать зависимостью. Но исследования показывают, что в основе любви лежат те же нейробиологические процессы в тех же структурах мозга, что и при зависимости. Но просто на очень-очень точном уровне все-таки различия есть. Поэтому любовь нельзя считать зависимостью. Но встречаются дисфункциональные отношения между мужчиной и женщиной, между двумя людьми, которые приносят боль, как минимум одному из участников этих отношений, а часто и двух. Это называется дисфункциональные отношения. И что с этим делать? Для этого существует парная терапия или семейная терапия. То есть можно попытаться все наладить, но если не получается, то может быть имеет смысл расставаться. Мария? Я бы все-таки разделила привязанность и зависимость. Но есть в отношениях между людьми отношения привязанности. Есть зависимость. И как бы здесь важный такой момент. Ты мне важен или ты мне нужен? То есть если ты мне важен, но не нужен, это один момент. Это про привязанность, это про ценность другого. А если ты мне нужен, ну в принципе не так важно, я без тебя не смогу, то это тема, конечно, про зависимость. И тут, конечно, привет маме, папе в детство туда. Потому что воспроизводится в парных отношениях тема, ну история там детская. Видите, какая разница между наркологом и психологом? Психолог, он все время про детство, а нарколог, он все время про лечиться. Там это просто конец уже. Это последняя точка. А между вами, Янна и Василий? У нас прям расстанет. Это я пошутила. Не подталкивайтесь нас. Не, 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 не. Женя, я только по-своему, про это еще сложнее на самом деле говорить. Я сегодня такой отрицательный персонаж, который... Наоборот, ты сегодня сам положительный. ...который, да, все хапнул. На самом деле, ну вот мой опыт, ну и опять же людей, которые я наблюдаю, поскольку я все время это все высматриваю вокруг, говорит о том, что это очень, в общем, связанные вещи. И там моя зависимость от алкоголя напрямую связана с очень долгими, очень болезненными давным-давно, ну там совсем в юности, как сейчас говорят, токсичными. Мне нравится слово ядовитый. Я говорю слово ядовитый. Мне нравится вот это же то же самое, только по-русски, вот с ядовитыми отношениями, очень долгими. Плюс в том, что если бы их не было... Темные аллеи – это вообще история про токсичные отношения. Да, да, да. Ну, вот жесть и ужин. Я просто человек, который, знаете, говорят там... Это грубое выражение, но так бывает. Очень фертильные женщины, говорят там, залетают от ветерка. Вот я вот от ветерка впадаю в зависимости от чего угодно. Слава богу, в моей жизни не было наркотиков никогда. Я, по-моему, ни одного в жизни человека не забанила, но я могу два года ходить и с ним продолжать вот его бежать, хватать за руководить, подожди, я не договорил, ну мы же не... Ну подожди, уже надо отпустить этого человека тысячу раз. Ах, и до свидания. И я впадаю в страшную зависимость, в том числе и от людей. Не в каком-то метафорическом, красивом, романтическом смысле, а в самом вот этом буквальном, что я не могу этого человека отпустить, я не могу уже из этих отношений вылезти, хотя уже из них надо вылезти там тысячу миллионов раз. Правда, я бы здесь не сидела, потому что я сбежала учиться к Кириллу Семеновичу Серебренникову, потому что он был просто физически ужасно похож на этого страшного мудака, от которого я бежала из города Петербурга. Из одной зависимости попал в Дрюк. Да, я надеюсь, что Кирилл это не будет смотреть. В буквальном смысле мне просто... И мы говорили об этом с фикс-терапевтом буквально на днях, и она сказала, что я начала себя за это ужасно ругать, и говорит, не надо себя за это ругать. Ну да, заменила. Ну ты же на классное заменила. Ну я так описала первого как бы и второго. Она говорит, ну просто теперь посмотри, вот ты сбежала вот от этого, прибежала, значит, Кирилл Серебренников. Плохо что ли? Ну классно. Он бедный натерпелся, правда. А что ты теперь делаешь, чтобы не впадать в такую зависимость? Знаешь, я так устала, что я немножко перестала впадать. Я вот последний там... Так же, как на самом деле и с веществами, видимо, эмоционально так тоже бывает. Я в какой-то момент, опять же, когда появились дети, я понимаю, что, ну, блин, я взрослая. Вот переломный момент. Я прям знаю эту секунду, когда у меня вот только... Ну у меня двое приемных детей, когда они у меня только появились. Я прям помню эту секунду, когда я стояла, что готовила на кухне. Я повернула, ну так вот механически там выключила плиту, повернула, сказала, дети, идите обедать. И у меня подруга моя лучшая сидела в этот момент, и мы так друг на друга посмотрели и увидели в глазах друг друга одно и то же. Это теперь мы говорим, дети, идите обедать, а не нам. И вот, наверное, с этого момента я поняла, что я уже вот просто... Все, я взрослая. Ну то есть теперь я за это отвечаю, теперь мне надо с этим что-то будет делать. Вот эта тема «я взрослый» на самом деле очень важна во всех этих процессах. Я могу сказать, что я только вот в прошлом году стала взрослой. То есть это была проделана большая работа. И вот я была в Риге недавно, в известном тебе баре с известным барменом, который оказался твоим прихмахером. Можно побольше грязных подробностей? И там бесконечно лилось вино бесплатно. Бесплатно для меня. И они еще предлагали попробуй это, попробуй это, попробуй это. И я этому прекрасному Паше, глядя в глаза, сказала, «Я взрослая женщина, я не буду смешивать». Но для меня теперь другой челлендж. То есть я вырастила свою взрослую часть, и это супер, потому что эта взрослая часть, даже если есть тяга, она может сказать «стоп». Но у меня теперь другой челлендж, так как я все остальные годы отрывалась как могла, я теперь хочу научиться отрываться трезвое, перезагружаться трезвое, веселиться трезвое. Вот это у меня на следующие сколько-то лет такое задание. Не скучно? Не скучно? Отлично. Нет, скука я вообще не понимаю, что это такое. Лет 10 назад. Очень скучно. Очень скучно, потому что любой человек, который, неважно, опять-таки я повторяюсь, диагностирована этой проблемой, или просто ощущает, что пора сделать паузу, самое главное, с чем сталкивается человек, в частности отказывающийся от употребления алкоголя, если раньше у него это было нормальное взялое преброждение. Огромное количество свободного времени. Это правда. Существует некачественная ремиссия, качественная. Но я хотел по-другому сказать. Лет 10 назад я решил расспрашивать у людей с большим стажем трезвости, что им помогло. Где найти таких людей? Я решил ездить в реабилитационные центры, познакомиться с лидерами реабилитационных центров. И три года я ездил в реабилитационные центры. Не просто ездил, я жил в них, я ночевал на этих кроватях, трёхэтажных. Правда, странные все люди. Что вы имеете в виду? Знаю нескольких отличных людей. Кто нормальный? Значит, я задавал один и тот же вопрос. Что тебе помогло? У тебя 5 лет трезвости, у тебя 10 лет трезвости. Что тебе помогло? И записывал ответы. Ответов накопилось около тысячи. Я потом посчитал, какой самый частый ответ. Самый частый ответ был, я сам захотел. На втором месте был ответ, меня поддержали. И третий по частности ответ, я каждый день что-то делал для этого. И тогда я подумал, что, это я подтверждаю ваши слова, что истинная внутренняя мотивация, поддержка со стороны и какой-то план действий. Вот эти три кита выздоровления при зависимости, я тогда подумал, что, блин, ну это же настолько логично, это же должно работать. И тогда я решил попробовать в амбулаторном формате, без реабилитационных центров, поработать с зависимыми. Я написал пост, отозвалось достаточно большое количество людей, и мы начали с ними реализовывать вот такой путь, конструировать трезвость, скажем так, качественную трезвость. Из первых семи, пятеро до сих пор трезвые. Из первых семи. Да, три года назад один из зависимых, ну такой IT-менеджер, сказал, слушай, это некий алгоритм, и на основании этого алгоритма можно построить онлайн-сервис, приложение, и помогать не 50 человек в год, а 50 тысяч человек в год. То есть сами зависимые, с прекрасным интеллектом, трудолюбивые, упорные, создали онлайн-сервис и приложение. Он здесь, если он захочет, может стать и показаться. А называется-то как сервис? Собер-Ван называется. Вот он. Чисто научная программа. Там нет духовного компонента. Я считаю, что это все-таки разные вещи. Слава Богу. Да. Я считаю, что если кому-то надо быть религиозным, духовным, это его личное дело, это не имеет ничего общего с зависимостью. Дело в том, да, что отсутствие духовного компонента подразумевается отсутствие обязательного и непреложного конкретного духовного компонента. Да, это личное дело самого человека. Это личное дело. Каждый человек сам находит себе духовный компонент. Да, программа полностью от и до научная, и она прекрасно работает. И она работает благодаря усилиям самих зависимых. Сейчас, по идее, с нами должна быть Ирина Якутенко, которая в Берлине находится, и ее выступление записано. Зависимость – это патологическая форма взаимодействия мозга с вещами, которые доставляют нам удовольствие. Никто и никогда не впадает в зависимость от того, что не доставляет ему удовольствие. Даже если другим его зависимость кажется отвратительной. Ну, скажем, зависимость от работы или еще какая-то зависимость. Мы всегда говорим только об удовольствиях. Соответственно, за появление зависимостей отвечает неправильная работа зон мозга, которые отвечают, собственно, за процессинг удовольствий и за то, как мы принимаем решения относительно этих удовольствий. Ну, первое, самое очевидное решение – это немедленно получить это удовольствие. Второе решение – отложить его на какое-то время, если в дальнейшем какая-то вещь обещает больше, например, удовольствия. Третья опция – вообще отказаться от удовольствия, если последствия от его употребления грозят разрушить нашу социальную жизнь, например, как бывает в случае тяжелых зависимостей. За процессинг удовольствия, то есть, собственно, получение кайфа, отвечает, если очень огрублять, зона мозга, большая, обширная зона мозга, которую называют лимбической системой. А за решение относительно того, как же нам поступить с удовольствиями, отвечают наши высшие зоны коры, самые умные, те, которые отвечают за аналитику, взвешивание вариантов и, в конце концов, принятие какого-то жизненного плана. Плюс здесь еще играют роль те зоны, которые располагаются между лимбической системой и высшими зонами коры, которые как бы шина, да, между этими зонами, которые помогают им взаимодействовать. Раньше при изучении природы зависимости основное внимание уделялось поломкам неправильной работе в тех зонах мозга, которые отвечают, собственно, за процессинг удовольствия. Ну, простыми словами, за тот кайф, который дают вам те штуки, от которых вы впадаете в зависимость. Но сегодня, по мере того, как стали накапливаться новые высококачественные данные, стало понятно, что эти процессы вообще не основные в природе зависимости, что гораздо важнее другие процессы, которые предшествуют, собственно, этому кайфу. Первое – это поиск удовольствий, то есть это мотивированное поведение, которое связано с тем, что человек целенаправленно ищет, где бы получить источник этого кайфа. И второе – это устранение неприятных ощущений, потому что, как знает любой, у кого есть какая-либо зависимость, очень быстро зависимость превращается из способа получения кайфа в способ устранения негатива, который возникает на фоне того, что вы давно не употребляли ту вещь, которая дает вам удовольствие. И сегодня именно эти два направления. Первое – это изучение, что же происходит в нашем мозгу, когда нам неприятно от того, что мы давно не употребляли, то, от чего у нас зависимость. И второе – это как, чем, какими зонами мозга мотивируется наше поисковое целенаправленное поведение, зачем мы ищем источники кайфа. Они являются двумя основными направлениями изучения природозависимости и для поиска способа избавления от них. Иногда приходится слышать, что люди впадают в зависимость, потому что у них изначально есть некая предрасположенность к тому, чтобы быть зависимым от чего-то. Ну, такое предположение не выдерживает критики ни с точки зрения, так сказать, эволюционного здравого смысла, ни с точки зрения научных данных. Зависимость – это дезадаптивное состояние. Человек, у которого есть та или иная зависимость, не может полноценно участвовать в жизни общества. Экономический урон от людей с зависимостями колоссален. И мы говорим не только о наркотической зависимости, но и от табака, курения, от алкоголизма, от зависимости от сериалов, от еды, от работы, от чего угодно. Это все-все очень вредно и дезадаптивно. Эти люди несчастны, у них появляются проблемы со здоровьем, мы тратим на это колоссальные деньги, наша система здравоохранения, а сами они несчастны, и сами они не могут нормально функционировать. Поэтому нет никакой особой природы, которая бы делала людей склонными к впаданию в зависимость, у хомо сапиенс как вида нет. Но хомо сапиенс как вид – это очень общее определение. Люди все очень разные. Нам достаются разные гены от наших мам и пап, и поэтому мы все не одинаковые, и так обобщать нельзя. И некоторые люди действительно гораздо более склонны к тому, чтобы впадать в те или иные зависимости в течение жизни, чем остальные. Что же это за такие гадкие гены, которые достаются этим несчастным? Тут ответов до этого множество. Они делятся сразу на несколько групп. Первое – это гены, которые влияют на тот самый поиск, целенаправленный поиск удовольствия. Если очень огрублять, некоторые люди в силу того, какие гены им достались, и как они определяют работу мозга, они более склонны искать удовольствие. То есть, грубо говоря, им все время, они все время нуждаются, испытывают дискомфорт, без источников кайфа в обычной жизни. Если обычному человеку достаточно обычной жизни, не знаю, кошечку погладить, кофейку выпить, там с любимым человеком пообщаться, для того, чтобы получить достаточное количество удовольствий, некоторым людям этого не хватает, и им нужны более мощные источники кайфа. Такие люди склонны к импульсивному поведению, слишком поспешным решениям, они не размышляют о последствиях. Ученые называют их людьми с повышенной импульсивностью. И сегодня существует огромное количество данных, которые показывают, что такие люди имеют очень-очень серьезный риск получить ту или иную зависимость, или даже не одну. Чаще всего зависимости встречаются вместе, по нескольку штук у одного человека, именно в силу особенностей работы мозга. Вторая группа генов, которая может достаться вам от папы с мамой и испортить вам жизнь, это гены, которые отвечают, собственно, за то, как ваш организм взаимодействует с теми веществами, которые вызывают зависимость. Раньше, опять же, считалось, что это и есть основная причина зависимости. Сегодня мы понимаем, что нет, не основная, но таки какую-то часть она составляет. Ну, например, есть люди, организм которых как бы более восприимчив к никотину, что эффект от никотина у таких людей проявляется гораздо сильнее, и поэтому для них риск стать курильщиками гораздо выше. Такие же гены мы сегодня знаем, что существуют по подобным образом работающие для алкоголя и, вероятно, для наркотиков. Что же касается других видов зависимости, пищевой зависимости, игровой и так далее, то тут собака порылась как раз в первом типе зависимости, в импульсивности и в интенсивном поиске удовольствий. Таким образом, да, есть люди, которые генетически более склонны к зависимостям, чем другие. По данным статистики, для разных зависимостей генетическая компонента составляет от 40 до 70%. Тут довольно сложно посчитать точно, но, короче, она очень велика. Ну, все мы это знаем, алкоголизм в семьях, наркомания, которая встречается у родителей, у детей и так далее. К сожалению, это грустная правда. Еще одно распространенное поверье, которое касается зависимости, ну, если мы не говорим, конечно, о наркотической, это что человек способен самостоятельно взять себя в руки, собраться, напрячься и побороть эту зависимость. Просто силой мысли, так сказать, потому что мы хомо сапиенс, цари природы, и что же мы с такой ерундой там, как сигареты или тортики, не сможем справиться. Ответ на это и да, и нет, доктор. Если мы будем действовать в лоб, исходя из так называемого здравого смысла, то, что нам кажется разумным и правильным, нет, ничего не получится. И все мы знаем эти примеры. Еще Марк Твен говорил, что нет ничего проще, чем бросить курить. Я делал это сотни раз. Потому что раз за разом люди, которые пытаются самостоятельно избавиться от зависимости, избирают неправильную стратегию, потому что они не знают, а что же, собственно, происходит у них в голове в момент развития зависимости. А если мы не знаем, как что-то устроено, и это что-то сломалось, то вряд ли мы это сможем починить. Сегодня, по мере того, как у ученых накапливается все больше и больше данных о природе зависимости, о том, что происходит в мозгу, о том, что происходит в мозгу у тех людей, которым достались неправильные гены, которые усиливают их зависимость, мы начинаем понимать, как более правильно выходить из зависимости и избавляться от них. Например, старинный способ, что надо любым способом заставить себя перебороть физическую ломку, а потом как бы уже крепиться и держаться, он не очень хорошо работает. Потому что, как я много раз говорила выше, сегодня считается, что ключевым фактором в развитии зависимости является не собственно вот это получение кайфа, неналичие этого вещества в мозгу, которое дает вам кайф, а поисковое поведение. Поисковое поведение, оно закрепляется в обстоятельствах, в которых человек получал, ну, например, наркотик или сигареты. И вот человек мужественно пережил ломку, избавился от наркотика, от никотина, от алкоголя, от чего угодно в своем организме, а потом попал в те обстоятельства, где он до этого привычно много лет получал этот наркотик. Вот хоп, за одну секунду у него может снова начаться зависимость. По данным, опять же, исследований, решение о возобновлении отношений с наркотиком принимается в течение нескольких секунд, очень часто, когда человек попадает в знакомые обстоятельства. То есть мы как собаки Павлова в этом смысле. Наш мозг, который искал-искал удовольствие, запомнил, что в этих обстоятельствах нам дают дозу удовольствия, и когда мы снова попадаем в эти обстоятельства, все запускается снова здорово, несмотря на то, что мы провели детоксикацию, избавились от всего, и опять все сначала начинать. Это не значит, что не нужна детоксикация. Это значит, что после того, как это происходит, необходимо действовать правильно. Сегодня ученые знают, каковы правильные стратегии, более или менее в каком направлении надо двигаться, для того, чтобы избавиться от зависимости. То есть, грубо говоря, самое сложное в борьбе с зависимостью начинается уже после того, как вы вывели наркотик, или от чего у вас зависимость из организма, и избавились от этого. Самое сложное начинается после. После того, как начинается жизнь, в которой вот этот наркотик, еда, сериалы или что угодно были привычны ее частью. И в каждый момент, в очень многие моменты времени вы попадаете в обстоятельства, в которых вы встречались с этим наркотиком, с вашим предметом зависимости, а не обязательно этот наркотик. И вот это самое сложное, потому что мы устроены так, как собаки Павлова, что у нас снова запускаются те же реакции. И вот как выстроить свою новую жизнь, в которой образовались огромные пустоты на месте того, где раньше был ваш предмет зависимости, вот это и есть самое сложное. И именно на этом этапе ломается большинство людей, которые пытаются побороть свои зависимости. Хуже всего то, что после многократного, многолетнего использования наркотических веществ в мозгу меняются механизмы, которые отвечают за процессинг удовольствий. И поэтому человеку, который много лет сидел, особенно если мы говорим о тяжелых зависимости, на каких-то веществах, ему особенно сложно заполнить эти пробелы в своей жизни, потому что обычные вещи кажутся ему совершенно недоставляющими удовольствия. В некоторых случаях, к сожалению, возвратить назад эти изменения невозможно, можно добиться только частичного улучшения. Это важно помнить, когда люди собираются бороться с зависимостью, что будет сложно. Будет сложнее, чем до того, как возникла наркотическая зависимость. Но если не знать этого, то избавиться от зависимости будет просто невозможно, потому что это станет таким шоком, что вероятность возвращения многократно возрастет. Ну хорошо, пускай неправильные гены, неправильно работающий мозг, но ведь людей с зависимостями очень много. Наверняка у них есть какая-то эволюционно-положительная роль. Иначе как бы они сохранились, могут возразить неграмотные люди, которые слушают научно-популярные лекции про эволюцию. Нет. Положительной роли в эволюции у зависимости нет. Как я уже говорила, это дезадаптивное состояние, которое понижает шансы конкретного индивидуума на размножение, на продвижение своих генов, на воспитание детей. В крайних случаях люди вообще не имеют денег на воспитание детей, или они смотрят целыми днями сериалы, играют в танчики, от чего там у них зависимость. Поэтому нет. Напрямую, с точки зрения эволюции, зависимость это штука вредная, и ее носители из эволюции должны элиминироваться. Но тут все не так просто. Как мы говорили выше, зависимость связана с расстройствами, неправильной работой тех зон, которые отвечают за процессинг эмоций. Удовольствие – это эмоция. И когда мы говорим о зависимостях, мы говорим о неправильной работе всей лимбической системы, которая отвечает в целом за наше эмоциональное восприятие мира. И вот это не совсем правильное, да, эмоциональное восприятие мира, повышенная чувствительность к удовольствиям, повышенная жажда новых впечатлений, получения каких-то новых ощущений, она, как можно понять из того, что я говорю, свойственна людям творческим. Именно поэтому, как сегодня считается, среди творческих людей такой высокий процент людей с разнообразными зависимостями как от веществ, так и не только от веществ. То есть, с одной стороны, неправильно работающие вот эти зоны мозга и гены, которые определяют их работу, это плохо, потому что они повышают шансы на зависимость. Но, с другой стороны, именно не совсем стандартная с точки зрения популяции работа этих зон мозга зачастую, не всегда, но иногда обеспечивает вот тот нетривиальный взгляд на мир за счет поиска новых ощущений, какого-то нового восприятия, которое есть у художников. Поэтому, в этом смысле, очень осторожно можно говорить, что носители таких не совсем правильно работающих зон мозга часто бывают склонны к творчеству, и в этом смысле это хорошо для общества, потому что у нас появляются прекрасные картины, фильмы и так далее. Но мы понимаем, что этически это очень скользкая тема, потому что, с точки зрения самих этих носителей, это часто трагедия, потому что они не могут вести нормальный образ жизни, но тут уж каждый решает для себя, социал-дарвинизм, он такой, особенно в радикальной форме, он не очень приятно звучит, но да, так или иначе, в этом ключе можно говорить, что зависимость сыграла глобально в роли общества некую положительную роль, потому что именно те же самые зоны, которые часто дают зависимости, дают нам большой процент творческого потенциала человечества. Но тут важно ответить два момента. Первый. Наличие зависимости не сделает из вас творческого человека, поэтому не надо, мечтая о том, чтобы стать великим художником и писателем, намеренно развивать в себе какую-нибудь зависимость. Это так не работает. Второе. Существует огромное количество творческих людей, не имеющих зависимости. Творческий потенциал штука сложная, зависит много от чего, и это не значит, что только через зависимость вы можете стать художником. Или если вы стали художником, вы обязательно будете зависимым. Нет. Это не связанные напрямую процессы. Подытоживая. Зависимости – это очень плохо. Они разрушают вашу жизнь и плохо влияют на жизнь общества. От них нужно избавляться. К сожалению, еще до недавнего времени эффективных способов сделать этого было мало, потому что мы плохо понимали природу зависимости. По мере того, как ученые собирают все больше и больше данных, проводят все больше исследований, мы все лучше понимаем, как эффективно и действительно надежно преодолеть зависимость. И я думаю, что уже в обозримом будущем можно будет довольно легко найти грамотного специалиста, который действительно поможет вам избавиться от зависимости. Действительно ли наш мозг нас обманывает и все устройства нашего организма против того, чтобы мы побеждали свои зависимости? Можно отвечать на этот вопрос? Это очень простая дилемма, просто формулируемая. Это примерно то же самое, что споры о патриотизме. Любить страну или любить государство. Совершенно разные вещи. Себя любить нужно, но тобой могут владеть совершенно неправильные силы. Вот и все. И больше никакого здесь пути различий нет. Круто. Абсолютно с этим согласен. В работе с зависимыми отдельное внимание уделяем проблеме амбивалентности. Зависимый человек испытывает внутри себя вот эту двойственность. Его зависимая часть говорит одно, причем очень убедительно. А его здоровая часть говорит, да нет, мы же потеряем то-то и то-то. Вот эта внутренняя борьба, вот эта амбивалентность, она есть. Я не встречал ни разу, чтобы внутри человека говорила только зависимость. Так не бывает. Всегда есть амбивалентность? Я согласна про этот внутренний конфликт, который есть в зависимом человеке, ну или человеку, у которого есть зависимость, потому что совершенно точно в ней есть определенные плюсы. То есть, если я брошу что-то, ну там, объект своей, одержимость, то у меня в жизни, правда, будет некое горе, я что-то потеряю. И вот это вот горевание, как я без этого буду жить, а как я вот, я вот не буду есть сладкого, ну, у меня прям мир померкнет, например, вот я прям думаю про это, да, и для меня это вот, ну как это важная вещь. Есть определенные плюсы и минусы. И вот эта вот борьба, когда минусов становится больше, когда у меня последствия от употребления, там, человека, вещества становятся, но для меня ощутимыми, или для моего окружения, кстати, здесь тоже важно еще и окружение, окружение может говорить, правда, ну, когда ты бухаешь, там, ты забываешь, там, например, я не знаю, там, на работу ходить, да, или когда ты там, я не знаю, употребляешь наркотики, ты выносишь из квартиры, там, уже все у нас вынес, да, от этого употребления, от этой зависимости еще могут страдать другие люди. Это тоже некий такой, знаете, вот обратная связь, и она тоже так мозги ставит на место, ну, мозги или что там, я не знаю, некая такая интервенция. Вот, конфликт есть, да, и важно понимать, что тупо откажись, нет, ну, такая история, она не работает, потому что там совершенно точно есть то, ради чего, ну, как бы, есть там позитивный смысл этого. Кстати, многие алкоголики, которые выздоравливают от зависимости, говорят о том, что алкоголь это не проблема, алкоголь это решение. Про то, что если бы я не стал пить и употреблять, я бы, может быть, или застрелил, ну, или сошел с ума, или там, вышел в окно, потому что состояние было такое, да, и вот человек попадает там в зависимость. У нас сегодня редкий случай, когда нет вопросов, поэтому я прочту вопрос одной женщины, которая мне написала, она из Новосибирска, зовут ее Елена. Значит, смысл письма такой. Елене 37 лет, у нее трое детей, она занимала большой пост, она была топ-менеджером в Новосибирске, сейчас чуть пониже, но тоже хорошо оплачиваемая работа. Елена любит тратить деньги, она ходит и покупает кучу всего себе, своим детям, родственникам, дарит подарки и так далее. Сейчас у нее шесть кредитов, она не знает, как с этим справиться. В чем вопрос? Вопрос, как ей победить свою зависимость, что ей делать, учитывая то, что у нее там больше трех миллионов долга. Как говорит Лобковский, перестаньте это делать. Ну, он не может человек. Пусть перестанет, порвет кредитки. То есть, все просто, да? Нет, не просто, в том-то и дело, что все это не просто. Послушайте, если бы среди нас был человек, который мог бы сказать, откуда взять три миллиона долларов, просто три миллиона рублей. Это просто вопрос валюты. Три миллиона, вот это одинаково невозможно. Вот так вот взять, мы бы точно здесь не сидели, понимаете? Она пишет, я открываю новую кредитку, мне стыдно, я открываю новую кредитку, мне опять стыдно, ей дают кредит, потому что у нее хорошая должность, и она идет дальше. Ну, ничего не поделаешь. И никто не считает, что это серьезно, считает, что тоже просто перестанет тратить деньги. В бизнесе это называется зафиксировать убытки. Что здесь поделаешься? Да, ну, идти к психотерапевту, работать с этим, это хорошая инвестиция. Когда алкоголь, наркотики, еда или еще что-то, вы все такие какие-то нежные. Когда человек тратит деньги, вы не считаете это зависимостью. Почему? Это компульсивное явление. Компульсивное, это означает навязчивое поведение, с которым она не может справиться. Это довольно сложно. Но действительно, с этим работают психотерапевты. Да, это не так быстро, но все-таки это можно, эту проблему можно решить с помощью психотерапии. Я правильно понимаю, что с любой зависимостью можно справиться? Да. Да, можно перейти в стабильную качественную трезвость. В любой проблеме? Если мы говорим про зависимость, при желании самого зависимого возможно перейти в стабильную качественную трезвость. Последний вопрос, тогда и будем заканчивать. Давайте. Здравствуйте. У меня вопрос про это, про зависимость от интернета. Это касается, наверное, вот у меня там дочь, взрослая, и совершенно не пребывает в реальности. Еще от гаджетов. Что? Еще от гаджетов. Вот. Ну, собственно, это одно и то же, да. Что можете сказать? Это вот я знаю, где-то слышал, что в Китае уже клиники открываются для зависимых вот от этого детей. Ну, международной классификации болезней такого диагноза все-таки нет. Пока можно. Пока. Правда, в одиннадцатом пересмотре международной классификации, одиннадцатый выйдет через год где-то, уже будет фигурировать диагноз расстройства зависимости от видеоигр. Вот это и есть. А зависимость от гаджетов, ну, нет такого диагноза. Посмотрите вот. Но гаджет можно хотя бы... Назовем это любовью. Но гаджет... Гаджет можно хотя бы чем-то заменить. Сериалами. Ну, сериалами это очень опасно. То есть... Сериалы вы где смотрите? Разве не в гаджете? Но, ну, на этом, вот, например, много лет я жил без телевизора, а тут мы недавно переехали за город, и у нас там есть телевизор, но у него нет антенны, но есть Netflix. И это все кранты. Но я хочу сказать, что гаджет, я для себя, я внезапно стал очень много читать, потому что... Причем бумажные книги, потому что это один из способов борьбы с гаджетом. То есть я оставляю телефон, скажем, на кухне или там в спальне, сажусь спокойно в кресло и начинаю читать. И это такое удовольствие. С одной стороны, ты думаешь, ты читаешь, развиваешься, и потом ты думаешь, блин, приходишь, у тебя там 50 неотвеченных сообщений, даже прям приятно как-то. Я хотел сказать просто, если вы позволите, мне раскачали эту тему, я хотел сказать еще одно важное соображение, поскольку я говорил о необходимости поддержки, а поддержка может быть слепой какой-то и так далее. Я хотел вам сказать, что на мой взгляд, я пользовался этим критерием неоднократно, он тоже такой, непрямого действия. Но это всегда способ насторожиться, что происходит с вашим товарищем. Понимаете? Зависимость, ну и конкретная зависимость от каких-либо веществ. любой человек, который имеет хотя бы какие-то кинематографические интересы, обязательно видел фильмы, в которых фигурируют наркоманы, наркозависимые люди, квартиры наркомана. Это не беспорядок, это даже не хаос, и даже не обязательно, как это условно, это характеризовать. Понимаете, алкоголизм, наркозависимость, зависимость от каких-либо вещества называли, это всегда escape, это всегда уход от действительности. И даже когда это связано с, иногда в редких случаях это можно характеризовать как уход в образ жизни, как вот говорила Женя про компанию, это времяпрепровождение в некой компании, по-прежнему образу. Но это какой-то частный случай. Я просто хочу сейчас оговорить. Если вы видите это в своих знакомых, это очень важный повод присмотреться, потому что самая главная, большая проблема заключается в том, что это такого рода зависимости всегда сопровождается или является уходом от проблем. Это можно сделать, уйдя из мира, так или иначе, найдя себе какую-то вот норку, понимаете. Существует такая легенда о том, что коты уходят умирать куда-то далеко. На самом деле это неправда. Просто у кота нет привязанности к хозяину, когда ему больно, он не понимает, что с ним делать, он пытается спрятаться. Он просто ищет себе тихое место, где-куда ему забиться. Он вовсе не уходит до того, чтобы вы не видели его хозяева, не видели его смерти, ему трижды на вас плевать, и вообще котов не интересуют окружающие существа исключительно в период спаривания. Это правда. Кот живет сам по себе. Так вот, это всегда очень тревожный симптом. И как ни странно, это способ объяснить человеку, часто бывает способ объяснить человеку, что с ним происходит. Не может быть ни конкретно, все-таки вы не врач, я не врач, и у нас только один врач, еще психиатр. Но тем не менее, это способ объяснить человеку, что с ним происходит. Потому что самым существенным аргументом из тех, которые мне известны, ну, правда, я в этом случае общался только с мужчинами-ровесниками, теми, которыми существуют более медведительные отношения, ну, неужели ты не видишь, что ты загоняешь программу только вглубь? Ты ее просто пережидаешь, ты просто ушел от нее. Это правда работает. Конечно, нужно выбрать время, нужно убедиться в том, что для этого есть именно такая причина. Но вот эскапизм – это самый главный признак того, что вашему знакомому, знакомому вам человеку необходима какая-то помощь, хотя бы, по крайней мере, ваше внимание. У меня вот есть ближайший друг, который находится в таком состоянии, причем на протяжении довольно долгого времени, ну, типа 10 лет. И ни я, ни какие из его девушек, ни родители, никто не может его оттуда вытащить, как бы ни пытались. И в итоге приходит к тому, что просто мы перестаем общаться, потому что нам, наверное, уже не о чем общаться или еще как-то. Мне кажется, что, знаете, сколько попыток таких было. Это бывает драматическая ситуация, когда если вам помочь, очень трудно найти способ. Мне кажется, здесь еще история про созависимость, насколько включаться в спасение близкого от зависимости. Мне кажется, это некий баланс, потому что если у зависимого есть спасатель, то обычно зависимые перестают употреблять или как-то использовать объект зависимости. Когда у него пропадает этот спасатель, когда он принимает ответственность на себя. Важно, чтобы внутри у него это появилось. Можно его, конечно, изнасиловать, условно говоря, поместить куда-то, отключить интернет ребенку, еще что-то сделать, пытаться бороться с этим. Но мне кажется, важно, чтобы у человека появилось это внутри и не спасать. Здесь баланс какой-то поддержки, но не спасательства. Я надеюсь, что все, о чем мы говорили сегодня, будет полезным кому-то. И я надеюсь, что тот, кто сейчас хочет справиться с проблемой, может быть и с помощью того, о чем мы сегодня говорили, с этой проблемой справиться. Я благодарю за возможность проводить Google-тему наших друзей, компанию «Индивидуальный туристический сервис». Это 24 на 7 путешествий по всему миру с персональным менеджером. Спасибо большое. Увидимся через месяц.